приветствую вас мои пожилые танкисты этой зимой мы не замерзнем леста анонсировала ветку огнеметов зима будет жаркая начиная с 22 января с патч 132 большой самый большой патч в мире танков под названием альфа но это все мы уже знаем миллион раз слышали ветка новая тяжелых огнеметов новый класс техники недавно балансировщика добавили такую фишку то что огнеметы будет появляться в бою против огнеметов раньше они могли появиться против обычной арты видимо это уже подгоны какие-то под тяжелые огнеметы теперь подробнее про ветку начинается на седьмого уровня заканчивается десяткой такая вот коротенькая ветка 4 танчика на седьмом уровне м4а 3fl на восьмом уровне тф3 на девятом уровне тф4 вот такой вот разнообразие у нас названий они очень сильно похожи там эти танки плюс-минус особенно корпусом немножко там башни в основном отличаются длинные пушечки внутри которых спрятаны огнеметики и на десятом уровне венец развития этого великолепия а стран fl как там разрабы их называют пироманты у себя в видосике но немножко подробностей нам подкинули недавно видосик коротенький запилили показали там механику перегрева этих огнеметов если долго зажимать а стрельба у нас автоматическая кнопочку нажал огнеметик стреляет кнопочку бросил огнеметик не стреляет вот такая вот замечательная механика если кнопочку долго держишь индикатор заполняется до конца огнеметик устает ему нужно отдохнуть надеюсь танкисты это поймут почему огнеметик перестал стрелять потому что он перегрелся также там на индикаторе на шкале будут специальные отсечки пройдя которые урон будет падать то есть чем дольше мы стреляем тем урон у нас слабее тоже у этих огнеметиков не будет оглушение которое бесит танкистов слава богу но место оглушения как я и говорил очевидно будет больше урона тут больше пробития тут больше дпм и и жарить эти огнеметы будут жестко я там видел уже какие-то там видео как тестят разрабы где-то там катаются на них они так жестко сдувают танки просто за считанные секунды там тысячами стэшки улетают у которых даже есть какая-никакая броня и даже т110 и 4 за пару секунд получил на 400 хп прожар очку прожар очка но понятное дело что это пока тестовый вариант циферки могут пока быть в таком виде потом могут их покрутить вниз покрутить вверх и какому-то там балансу леста придет каких-то завышенных ожиданий у меня в плане баланса от леста нет леста уже показала как она умеет балансе танки примерно в таком духе я жду и огнеметы я думаю что они будут выжигать душу танкистов просто за считанные секунды единственно что их будет сдерживать это вот это вот перегрев а также дальность стрельбы кстати про дальность стрельбы 2 они смеси пока что у этих мутантов одна стреляет на сто метров другая стреляет на 200 метров наверное то которая стреляет на 100 метров будет дамажить больше наверное та которая стреляет на 200 метров будет стрелять с меньшим уроном но это все мои придумки выдумки пока что особенностей мало что я это то что у них сильная лобовая броня очень сильная то что у них много гусениц в этом каточек ему собьете она будет ехать дальше поскольку гусениц с каждой стороны по 2 штуки то вы еще эту дурынду хрена становиться по крайней мере это будет нелегко насколько я понимаю здесь какой-то там навесной траектории особо нет как у тех огнеметов которые с оглушением эти долбят прямо также они еще и быстрые то есть бронированный быстрый с большим дпм с кое-каким там даже пробитием бумажные танки вообще будут просто так пшик и ним а просто еще сгорела бумажка я там где-то нарыл картинки что у девятки которая у нас будет в лбз на рады акционный танк 9 уровня тф2 кларк который будет выдаваться в операции новые горизонты там дпм 6000 пробития 70 на немете 9 уровня 6000 что это за цифра такая я сейчас удивляюсь когда я на десятках вижу дпм 4000 думаю нифига себе здесь я вижу уже какие-то 6000 когда мы уже до 10 даю понятное дело что там вот эти вот перегревы уменьшение урона когда долго зажимаешь также дистанция не самая там большая но в принципе если мы играем на тяжелом танке на фланге для тяжей то нам 200 метров дистанция вполне себе нормальная если мы играем в близит ну и 100 хватит за головой мы же не будем на держать империть тем более что у нас есть скорость чтобы переехать если мы там куда-то не туда приехали а вот возможность покинь перед сдалека у нас такой не будет слава богу в общем что-то в таком виде нас ждет быстро бронированная много гусеничная с жестким выжигающим огнеметом по крайней мере такое впечатление сейчас у меня складываются но это все пока в разработке в каком виде она докатиться до основного рандома непонятно посмотрим также еще есть вопросики а что там по оптимизации эти ваши танкисты которые на windows xp играют вы так сильно про них переживаете они там не подгорят у них там компьютера не заряд огнеметы не спалят им компудатор не потому что танкисты что-то переживают когда видят на видео десяток огнеметов одновременно стреляющих возникают вопросики на каком пентагоне вы там это снимали это же жуть какая-то такое ощущение что эти огнеметы в первую очередь стреляют по фпс у да там оптимизацию подкручивали но все равно есть ощущение что у огнеметов стрельба менее оптимизированная чем у остальных канистр но и остается вопрос открытым будет ли это токсично будет ли это сбалансировано понравится ли это танкистам я немножко свой фидбэк оставлю тут никому не нужный поскольку я не целевая аудитория я какой-то там статист который в игре один процент те самые танкисты чье мнение к никому не вперлось и чуть позже я еще докажу это и объясню мне лично не нравится не автопулеметы не огнеметы в плане того чтобы я на них играл и стрелял объясняю мне не интересно просто нажимать в танк и держать кнопку и с него вылетает урон это очень быстро надоедает не с автопулемета не с огнемета мне это не нравится это скучно я буквально за пару боев настреливаюсь на 30 лет вперед я перестаю получать вот эти вот эмоциональные качели которые я получаю на обычных пушках там где супер вбр закрученный чрезмерно несправедливый там где каждый выстрел это что-то непредсказуемое там где ты либо получаешь супер негативные результаты либо супер позитивный стреляешь в одно место пробиваешь другое или вообще в землю вскопал этого всего нет интерес пропадает и просто жмешь и жмешь если ты не хочешь отжимаешь кнопку если тебе не надо не жмешь если надо опять зажал и она вот стреляет что автопулеметы что огнеметы я просто на тесте там каком-то когда-то пробовался автопулеметов стрелять со всех которые там были это очень быстро надоедает и с огнеметов я тоже пострелял который сейчас есть в игре это очень быстро мне лично надоело это скучная стрельба возможно она понравится тем кто хочет просто отдохнуть и по зажимать куда-то уроны без каких-либо там эмоциональных приключений может быть это как раз таки про отдохнуть от этого вот вбр а дурацкого но опять же вопросы к тому как все эти механики забалансит как все эти параметры у танков забалансит поскольку и те танки которые есть возникают вопросы к балансу а сюда еще вот это пихают но как будто бы она и так нестабильная в общем посмотрим свое мнение можете написать в комментариях если вы пробовали стрелять с автопулеметов огнеметов там и так далее чего вы про это думаете и последнее что я хотел сказать своем видосики про замечательную акцию охота на металл которая очень сильно подпортила настроение многим статистам которые во время этой акции не могут выдавать свои стабильно высокие цифры поскольку рандом превратился в нестабильную дурку много танкистов на тт сидят в кустах выживание свое выживают также там приключения с фрагами попробуй там фраг какой-то сделать или просто пострелять урон по набивать танкисты сидят ждут кто добьет фраг это конечно очень интересно прошлый раз было много недовольных людей уже была акция с добиваниями фрагов и рандом был просто жопа или 100 опять на те же грабли она не то что наступила она прям прыгает на них и те же граблях каждый раз получает в морду граблями и такого нормально еще прыгаем давай еще грабли давай двумя ногами на грабли наступаем и прыгаем каждый раз вот просто это видимо какой-то спорт не просто киберспорт грабли спорт тупо берешь и на граблях прыгаешь и каждый раз в морду получаешь но очень интересно давайте еще задание с добиваниями фрагов еще с какой-нибудь ересью если зайти на форум то можно найти замечательное сообщение от разработчиков желтой статистикой который говорит что эти задания никак не повлияли открываем кттс смотрим в n8 по дням и понимаем что до заданий у разраба желтым в n8 был желтый в n8 и точно такой же желтый в n8 во время этих заданий ясное дело ничего не изменилось человек который за бой делал пару уронов до заданий делает пару уронов во время задания делает пару уронов и ровным счетом ничего не изменилось может быть целевой аудитории нормально но вот люди которые играют серьезно на высокий результат набивает отметки там средухи высокие какие-то цели себе ставят очень высокие они подгорают но и же один процент на хрен их слушать кто эти вообще эти статисты ваши одним процентом больше одним меньше но никто никогда не задумывается о том что любой игрок средний там или ниже среднего может задаться целью играть лучше чему-то научиться разобраться в игре играть хорошо не дай бог попасть в киберспорт который лес то сама говорит вот любой может попасть но чтоб туда попасть надо же результат какой-то делать вот ты делаешь результат она тебя ложат болт ты людям говоришь эти задания токсичные конченые портят игру они на форуме эти задания нормально ничего нормально все все хорошо ничего они не портят но может у вас киберспорт желтый то тоже но если целевой аудитории нормально то на остальных можно забить нельзя же сделать задание которое просто будет выполняться и никого не бесить это же ну сложно такое ощущение что в принципе в этой игре не подразумевается тот вариант когда кто-то не дай бог стал лучше играть чем средний игрок не дай бог кто-то себе поставил цель играть хорошо сразу будет проклят и изгнан из игры не дай бог он выживет в ней еще и мнение его слушать на хрена нужен пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока